Музыка 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 в христианской жизни, что мы можем остановиться, как христиане однажды, и, может быть, смотреть назад, оборачиваться, и тогда Библия говорит про таких, что уже не быть благонадежным для Царства Божьего. И на самом деле, очень красивая песня, я уже практически ее начал забывать, вот эту, которую сейчас пели. И, ну, как мы говорим, об обновлении, мы говорим о том, что есть какое-то новое веяние, которое приходит в наши сердца, которое приходит в наши жизни, которое должно быть на самом деле у христиан, или же даже у обычных людей, которые, может быть, еще не знают Бога. Вот это еще хуже. Почему? Потому что если даже христиане, которые, в моем понимании, должны радоваться жизни, там быть активными людьми, прославлять Бога, молиться Ему, ну и разные дальнейшие, да, как бы функции выполнять, или же не функции, а жить образом жизни на соответствующем, в котором христиане живут. И даже христиане, да, говорят, что даже юноши, они ошибаются, они падают, да, даже христиане, они падают, ошибаются, потому что это обычные люди на самом деле. И трудные времена проходят, испытания, исправления в своей жизни, вот, разные, разные времена. то куда сложнее обычным, да, людям, которые Бога не знают, которые не вкушали, да, никогда этот хлеб, который христиане кушали когда-то, да, или там кушают сегодняшний день, на сегодняшний день. Я уверен, что я вспоминаю, да, когда я пришел когда-то, ну, еще в церковь, да, даже не в центр, то я слышал проповеди, да, слышал людей, которые говорили отсюда, да, которые говорили Слово Божие, которые говорили Евангелие, и что-то внутри меня как будто не позволяло мне принимать, да, что-то внутри меня не позволяло, что-то меня сопротивлялось постоянно. Я всегда внутри меня, я не говорил, но я всегда думал о том, что ну, не может быть до конца, что они вот такие искренние, не может быть до конца, что все вот так вот именно, как вот они говорят, да, там, опираясь на Библию, на слово Божье, не может быть все так вот хорошо на самом деле, как вот проповедуется много раз. И спустя вот да, уже можно даже сказать два десятка лет почти, да, первоначально, когда я пришел в церковь, то сегодняшний день я иногда, ну, размышляю и слушаю, да, то, что в церквях проповедуется, например, и до сих пор как бы у меня только уже с христианской точки зрения осталась вот эта как бы мысль, ну, не может быть все равно, да, все так до конца хорошо, как иногда мы слышим про любовь, про то, что на самом деле Бог, он все покрывает, да, что Бог может все исцелить, всех исцелить, что он может поднять тебя из любого состояния, и на самом деле я в этом не сомневаюсь, я думаю, ты будешь со мной в этом, да, то, что он может на самом деле это сделать, он может и исцелить, да, он может и воскресить, почему? Потому что для него нет ничего невозможного, но сколько раз ты видел, да, в своей жизни, или может быть твоей семье, или может быть твоими друзьями, или может быть с твоей какой-то личной ситуацией, да, происходило так, то, что не было для тебя исцеления, которого ты просил, то, что не было для тебя решения твоей проблемы, которые ты просил, то, что не было для тебя, да, еще каких-то моментов, которые ты хотел и в конце концов не получил, потому что Бог, он не отвечает нам теми, он не отвечает по тому, как мы хотим услышать, да, слова, которые мы уже запланировали внутри себя много раз, он не отвечает таким образом, который мы уже построили внутри себя, потому что когда мы разговариваем с людьми, мы всегда опираемся на то, чтобы построить таким разговором, чтобы быть приятными людьми, да, по отношению к другим, мы разговариваем с какими-то людьми, налаживаем какие-то отношения и прогибаемся много раз под каких-то людей для того, чтобы показать иногда, может быть, даже то, чего нет, да, но как бы смягчить свою сущность, да, чтобы прогнуться под каких-то людей, чтобы и они тебя отвечали тем же, да, чтобы они как бы увидели, что внутри тебя что-то есть такое, которое бы, да, понравилось им и завязался диалог или там какое-то общение и люди тебе помогали или ты им помогал и как бы на этом, да, я так понимаю, много раз основывается, да, наша дружба, наше общение там и так далее, но Бог, он не такой и слава Богу, что он не такой, потому что он не отвечает таким образом, который мы хотим услышать много раз, да, и он отвечает таким образом, который он считает нужным для нас в данный момент, да, ответить, и он отвечает таким образом, который действительно нам необходимо услышать, хотя бы мы уже запрограммированы, да, много раз под тот ответ, который мы хотим услышать, и поэтому мы много раз обращаемся в молитвы, да, говоря о том, что мы знаем и что ты будешь делать, и что ты сделаешь, и что ты уже сделал, и так далее, но когда проходит время, мы видим то, что на самом деле по сути как бы ничего и нет, да, и это, конечно, много связано с эмоциями, много связано с какими-то моментами, которые происходят в нашей жизни, и мы не можем запрограммировать Бога, да, по нашему плану, по нашей схеме, который мы уже построили себе, каким образом он будет работать в нашей жизни. Исаи, 55-я глава, написано, очень красивые стихи, которые я, ну, в последнее время они в моем сердце были, и в моем разуме, да, и я постоянно думал, не постоянно, я постоянно о них думаю вообще, как бы, они у меня не выходят из головы, и 55-я глава, здесь в первых стихах говорит, жаждущие, идите всех водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и бесплаты, вино и молоко, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает, послушайте меня внимательно и вкушайте благо, да, и здесь, на самом деле, очень простые для понимания стихи, которые можно отнести как для верующих людей, да, и можно отнести для неверующих, да, то есть здесь, допустим, можно даже провести определенные, как бы, моменты, да, разделить, каким образом мы можем увидеть, да, эти стихи, которые здесь написаны, но чаще всего, как бы, то, что вот, да, с чем я сталкивался, и то, что я вот думал про них, да, я всегда, да, вот, некоторые слова и некоторые, вот, моменты, которые здесь написаны, пытался применить, да, в своей жизни, и увидел много раз, что это на самом деле так и есть, что зачем вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает, и сколько раз в своей жизни мы ищем Бога именно таким образом, да, мы только думаем, что мы ищем Бога, да, мы только думаем, что мы ищем Христа в каких-то жизненных аспектах, в которых мы живем. Конечно, мы христиане, и мы преклоняем свои колени, да, перед Богом, и, наверное, не все, христиане, но я говорю про христиан сейчас, про себя, да, потому что я, да, стремился всегда, как бы, во всем, которое я делаю, да, угождать Богу, искать Его, да, на каждом месте, в котором я нахожусь. Если я на работе, например, да, то я стремлюсь к тому, чтобы все делать идеально, да, стремиться к этому, чтобы все делать хорошо, чтобы все было нормально, да, хотя здесь говорится, что зачем вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, да, да, и много раз, да, да, мы насыщаем себя, да, какими-то моментами, которые, да, может быть, даже в мире присутствуют, может быть, в работе присутствуют, в которой мы находимся, может быть, даже в семьях наших присутствуют, и так далее, да, здесь говорят, отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое, да, иногда мы трудимся не в том направлении, иногда мы трудимся ради того, чтобы Бог, он покрыл какие-то наши проблемы, мы молимся о том, что приходим к нему, как вот правильно Костя говорил, на самом деле, очень, ну, близко на то, что я хотел тоже сказать, о том, что мы молимся, чтобы он покрыл наши проблемы, чтобы он дал нам, да, чтобы он, мы как попрошайки, действительно приходим много раз, для того, чтобы уже мы знаем и программируем и себя, и Бога, на то, чтобы как будто мы уже знаем о том, что он сделает, да, как будто мы знаем, мы идем в те места, где он точно уже есть, да, потому что я часто вот слышу про какие-то там энкаунтеры, да, я слышу про какие-то моменты, которые происходят, что это встреча со Святым Духом, это встреча с Богом, да, я не хочу критиковать этих людей или там сказать, что этого не происходит никогда, но внутри себя у меня всегда какое-то ощущение такое остается, что мы не можем планировать, да, и мы не можем запрограммировать действия Бога, которые Он будет делать в нашей жизни и в жизни других людей, мы не можем программировать Его волю по отношению к другим людям, мы не можем ее, мы не можем программировать Его волю по отношению к нашим сердцам, по отношению к нашим жизням, потому что это несправедливо, тогда по отношению к Богу. Почему? Потому что Он есть справедливость, и сколько раз в твоей жизни было так что не не было таким образом как ты запланировал для себя каждый день практически так происходит что мы планируем одно да но так как мы привыкли и привыкаем подчиняться как христиане на то что уже не пойдет так как мы решили да уже можно быть во многих ситуация как вот со мной по крайней мере происходит я уже думаю что ну наверно так не пойдет как я задумал и и но буду богу доверять на эту ситуацию там и буду полагаться на него и уже как пойдет уже в этот момент буду реагировать это после уже многих падений которые я совершил и хотел чего-то сделать но так и не достигал чего-то иногда ты думаешь что бог тебе не дает этого иногда ты думаешь что может быть ты недостаточно старался для того чтобы сделать там те или иные вещи служение может быть то или иное который ты думал но здесь говорит да для чего вам отвешивать серебро за то что не хлеб и трудовое свое за то что не насыщает послушайте меня внимательно он говорит да то есть все то что нам нужно на все что нам необходимо на самом деле в наших сердцах нашей жизни находится в его слове все что необходимо для того чтобы иметь насыщение для того чтобы иметь какое-то пропитание для того чтобы иметь какие-то наполнения в нашей жизни да здесь написано что вы только меня внимательно послушайте и вкушайте благо есть только у него и давайте евангели оттенна откроем шестую главу сейчас вы поймете о чем я говорю очень знаменитая история я думаю одна из самых знаменитых 6 глава 22 стиха и на другой день народ стоявшись на ту сторону моря видел что там кроме одной лодки в которой вошли ученики его иное не было и что иисус не входил в лодку с учениками своими от вы или одни ученики его между тем пришли северят и другие лодки близко к тому месту где ели хлеб по благословению господним и так она народ увидел что тут нет иисуса не учеников его то вошли в лодке и приплыли в капернал веща иисуса и найдя его на той стороне море сказали ураве когда ты сюда пришел иисус сказал им в ответ и смешно говорю вам меня есть не потому что видели чудеса но потому что ели хлеб и насытились старайтесь же не о пище тленный но о пище пребывающих в жизни вечной который даст вам сын человеческий ибо на нем положил печать свое отец бог и так сказали ему что нам делать чтобы творить дела божьи иисус сказал им в ответ вот дело божье чтобы веровать в в кого кого он послал на это сказали ему какой-то дашь нам знамение чтобы мы увидели и поверили тебе что ты делаешь отцы наши ели ману в пустыне как написано хлеб с неба дал им есть иисус сказал им истинно истинно говорю вам и истинно истинно говорю вам не моисей дал вам хлеб с неба а отец мой дает вам истинный хлеб с небес ибо хлеб божий Есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб Иисус же сказал, я есть хлеб жизни Приходящий ко мне не будет талкать И верующий в меня не будет жаждать никогда Но я сказал, чтобы вы видели меня и не веруете Все, что дает мне Отец ко мне придет И приходящего ко мне не изгоню вон Ибо я сошел с небес, не для того, чтобы творить волю мою Но волю пославшего меня Отца И на самом деле здесь мы видим немножко похожую ситуацию Про которую мы говорили, которая была написана в Исаии И для меня эти стихи, которые Исаия сказал однажды Они немного предшествовали вот этим событиям Которые происходили потом уже дальше Через несколько столетий Про которые уже написал Иоанн И здесь говорится, что на другой день народ Пришел искать Иисуса И после чего на другой день написано После того, как было преломление После того, когда Иисус сотворил чудеса Накормил несколько тысяч человек И здесь говорится то, что люди искали Иисуса Люди переправились на другую сторону Люди видели учеников Они спрашивали друг друга, где Иисус Где ученики Где можно его найти, чтобы еще послушать Чтобы может быть еще покушать То, что он предложил Потому что многим нравилось только это Потому что не все искали Иисуса Так же, как и мы сегодня Не все ищем для того, чтобы он заполнил всю нашу женщину Так же, как и тот народ израильский Как иудеи Сегодняшний день мы тоже не для этого много раз ищем Мы ищем Бога для того, чтобы он, может быть, покрыл наши кредиты Наши ипотеки Мы молимся за то, чтобы произошло какое-то чудо И вдруг мы вылезли из долгов Мы ищем Бога иногда для того, чтобы он покрыл какие-то наши проблемы Решил какие-то финансовые вопросы в нашей жизни Решил какие-то политические моменты В стране, про которые мы так часто слышим Что проповедуется в церквях и так далее Но Иисус, он выше этого Иисус, он не пришел для того, чтобы решать какие-то финансовые вопросы Но израильтяне, они так думали Иудейский народ, они так думали Они жили под влиянием римского управления Они жили под римским иго Они, по сути, были в рабстве тоже И поэтому в их сердцах было Вот это желание для того, чтобы Иисус их освободил Для того, чтобы Иисус их еще накормил Для того, чтобы Иисус им еще что-то дал И зачастую, как это не банально, как это не горько осознавать Когда я смотрю на свою жизнь, мне иногда только этого от Бога охота узнать Мне только этого иногда получить, охота от Бога Чтобы он какие-то вот эти мои нужды покрыл физически Ну, конечно, отчасти духовные тоже Но в основном Мы иногда думаем о том, что Ну, поменять машину Ну, дать квартиру Ну, там, поднял меня на какой-то уровень финансовый Ну, и все связанное с этим Невеста там и так далее Ну, как бы это тоже хорошо Может быть, мне легко будет Только я женат уже Вот, но Как бы суть, да Суть в том, что иногда И то, что Иисус здесь говорит Старайтесь не о пище тленной Да Но о пище пребывающей в жизни вечной Которой даст вам Сын Человеческий И на самом деле для меня здесь очень важный, да Моменты, очень важные стихи Потому что Иисус здесь открывает Всю суть, да, Евангелия И открывает то, что на самом деле Мы читали в Исаии тоже, да Зачем тратить, да, трудовое свое И зачем платить, да За то, что не насыщает Да, за то, что не есть хлеб Да Иисус, он говорит о другой пище Он говорит о том, что Есть еда Ну, моя пища В том, чтобы творить волю Пославшего меня И иногда Мы, как я уже говорил Мы программируем Бога, да Мы, как Как Павел говорит Что я пришел к вам Не для того, чтобы Говорить какие-то высокопарные слова Я пришел не для того, чтобы Там, упразднить крест Иисуса Но он говорит, что я хочу Говорить о Христе Распятом Котором на самом деле Иногда мы теряем Суть, да Нашего предназначения Как христиане Иногда мы не понимаем Для чего мы живем Иногда мы думаем Что вот эта общая воля Которой мы находимся Все вместе И живем в ней И приходим в церковь И приходим в группы И приходим на собрания Иногда мы думаем Что именно вот это Наше, как бы, достаточное Вот это предназначение Которое есть И, соответственно Мы, да То, что Иисус здесь сказал Но хлеб Который, да Пища, которая у меня есть По отношению к вам Это воля, да Это творить волю Пославшую у меня Отца И тогда, если мы живем Во Христе То для нас Именно вот это Должна быть наша еда Это услышать и узнать Божью волю По отношению К нашей жизни Лично К нам Потому что, конечно Ты можешь сказать Или, да Мы в церквях слышим Или на собраниях Там и так далее Нам говорят Ну, тебе надо покаяться просто Тебе надо креститься Водой Тебе нужно Еще какие-то действия Сделать определенные И на самом деле Все в этом заключена Божья воля Он же этого хочет На самом деле И в этом, по сути Как бы Тоже есть истина И аминь, да Потому что Мы не можем существовать И мы не можем Делать какие-то действия Если мы Как бы не идем Да, постепенно Определенными шагами Которые Нам Бог хочет Да, чтобы мы находились Даже Иисус крестился Да Водой И поэтому Я не говорю про то Что мы это не должны сделать Но иногда Лишь наше христианство Оно основано Лишь на каких-то Определенных этапах Да На определенных Каких-то действиях Которые мы делаем Оно не основано На том, что Мы живем В Божьей воле И знаем Мы ее По отношению К нашей жизни Да По отношению К нашему сердцу И какая же Воля Божья Да Была По отношению К Иисусу Христу И когда мы смотрим На его пример Да Потому что Ничего не может быть лучше Чем то Что Когда мы смотрим На его пример Да На то Что Каким образом Он исполнял Волю Божью Не такой Общем виде Который мы находимся Который ты спросишь Выйдешь Да После собрания Ты можешь Любого человека Спросить Хотя я не знаю Мы сегодня В 12 где-то выйдем Никого не будет Вот Но тогда Ну Это По минимуму Я говорю Потому что Мы выйдем Когда И ты любого Остановишь Ты скажешь Ты верующий Тебе что скажешь Да Брат Я верующий Я христианин Ты скажешь А какой ты христианин А почему ты христианин Ну потому что Я не мусульманин Ну А ты скажешь Ну Объясни Ну суть Своего христианства Ну в чем она заключается И здесь уже Начинаются проблемы Да Здесь уже Начинаются вопросы А Почему ты так спрашиваешь А почему это А я все равно Свечку ставлю И потому что Это Божья воля И для разных людей Для Да Для всех людей Она по-разному Да Заключается Потому что Многие люди Не понимают Что это такое Да Божья воля Как иногда Даже христиане Не понимают Что это значит Да Божья воля По отношению К моей жизни Мы знаем Общую волю То что Бог Он хочет Да Всех спасти И тогда На основании Вот этого Мы проповедуем Иногда Другим людям И говорим Ну он может Тебя спасти Он может Я знаю Что он может Он может Тебя исцелить На самом деле Это правда Он может И многие Которые Здесь сидят Они исцелены Были От своих Недугов Да И физических Проблем И духовных Проблем И Даже материальные Да Проблем Люди Получили Как бы Финансовую стабильность Это все хорошо Я про это Ничего Против не имею Но здесь Я думаю Что Иисус Он хочет нам Сказать о том Что Да Он говорит Что даже я пришел В этот мир И я не исполняю Свою волю Да Я не делаю То что я хочу Я пришел Для того Чтобы сделать То что Отец Мне говорит И как на самом деле Важно Да Чтобы Наше сердце Оно было таково Да Чтобы мы могли понять Своим сердцем И своей жизнью Что же для нас Является Вот этот хлеб Да Вот эта еда Которые каждый день Не знаю Мы стремимся Да И каким образом Мы ищем Бога В своей жизни Да Вот эти люди Про которых Мы сейчас читали И Иисус им говорит Старайтесь не описеть Леной Вы ищите меня Не потому что Да Вы видели чудеса Да Но потому что Вы ели хлеб И насытились Иногда То что нам нужно От Бога Да Нам нужно лишь только Вот эти вещи Которые мы можем Потрогать Да Иногда мы молимся Только об этом Чтобы ощутить В своих руках Что-то еще Да То что у нас нету Мы просим Чего-то Да Иногда лишь только Вот эти материальные вещи Мы приходим к нему Лишь только иногда За этом Да Чтобы Что-то получили Чтобы он решил Какие-то наши проблемы Мы программируем Бога Да Много раз Таким образом Чтобы Он для нас Что-то сделал И на самом деле Это невозможно Почему Потому что Да Как уже раньше Я сказал Он не такой Как мы И слава Богу Что он не дает нам Ответы Которые мы хотим Услышать Да Для нас Что он дает нам Ответы Которые нам нужны На самом деле И которые он считает На самом деле Что Что они нужны Давайте Немножко назад Вернемся Четвертую главу Евангелия От Иоанна Здесь интересный момент Есть тоже Это 31 стих Четвертой главы Мы историю эту всю знаем Все Я думал Ее нет смысла читать Полностью Здесь говорится Что После того Что Иисус Он разговаривал Да С женщиной Самарийской Говорится Что ученики Они куда-то уходили Да На какое-то время И потом они вернулись Видя Да Что Он там еще находится Да Что он Там сидел Разговаривал с ней Там был какой-то диалог И так далее И 31 стих Говорит Между тем Ученики Просили его Рай Ешь Но он сказал У меня есть пища Которую вы не знаете Почему ученику Говорили между собой Разве кто Принес ему есть Иисус говорит Моя пища Есть в том Чтобы творить Волю пославшего Меня И совершать Дело его И на самом деле Как бы здесь Видно Да Точно так же Как и в будущей истории Да В шестой главе Написано Что люди Хотя бы они Искали Иисуса Да Хотя бы они Чувствовали Что у него есть что-то Да Что он может им помочь Что у него есть Что-то больше Да Чем у человека Что он там Творит чудеса Что там Ну все по разным причинам Да Хотели его искать Вот Тем не менее Люди не понимали до конца На самом деле Кто он Да И на самом деле Не понимали до конца Что для него Да Вот эти слова Что он говорит Да Потому что ученики его спросили Разве ешь Да Иисус он начал говорить Что у меня есть какая-то пища Которая На самом деле Она не заключается в том Что вы просто вот хлеб съесть Или там Бутерброд какой-то Да Для того чтобы насыдиться Но он говорит Что моя пища есть В том Чтобы творить волю Пославшего меня И на самом деле Как хорошо Да Я вот думал Вот эти дни Об этом И вот ездил тоже В Нижний Новгород Там с ребятами Тоже общались Там И я вот думал Да О том что Как хорошо Чтобы наша еда Чтобы наша пища Она была таковой Да Исполнять Волю Божию И Прежде чем ее исполнять Узнать ее Да По отношению к нам Узнать ее лично Для себя В чем она заключается И Иисус Да Он понимал ее Он ее знал Да По отношению к своей жизни И ему нужно было Пройти определенный путь Да Страданий Ему нужно было пройти Определенный путь Унижения Да Через определенные моменты Которые ему нужно было Даже остаться На какое-то время Без присутствия Божьего Да Без присутствия своего отца Ему нужно было страдать На кресте Да Ему нужно было бы Быть распятым Да И Я думаю для себя Что же для нас Может являться Волей Божьей Когда я вспоминаю Историю Про молодого Богатого Да Я понимаю Что Бог Сказал ему Божью волю По отношению к его жизни Да Бог ему Сказал Что на самом деле Ты вот Да Там Делаешь какие-то моменты Не прелюбодействуешь Там Не убиваешь Это с детства Да Мы все привычны То есть Вот ты в церковь пришел Когда-то Да Ты там находишься Пять лет Десять Там Я не знаю Один год Два года Первый который тебя начинает учить Это этому Да Первый который ты начинаешь понимать Это то что твоя жизнь Она должна быть очищена Да Что твоя жизнь Она должна быть Поставлена в определенные Параметры Да В которые должны жить христиане Да Может быть ты не покаялся Еще Может быть ты еще много не понимал Там Да Я вот вспоминаю себя Но я уже хотел Чтобы в моей жизни Были определенные условия Да И вот этот человек Молодой богатый Про которого мы так любим говорить Особенно когда дело касается Других людей Да То что мы это все говорим Про других Про соседей Про жену Да Ты молодой богатый Тебя ведешь А ты Ты тоже Ты как фарисей Ты еще как кто-то Да Но мы забываем Что Когда мы показываем пальцем Одним На колоду Что три Которые мы сгибаем Они показывают на нас тоже Что Все то что мы хотим Кого застрелить Да Своими словами Мы забываем Что на самом деле В первую очередь Кому это относится Это к нам самим И Здесь Да Очень ясно Да Мы можем понять Из этих Ну стихов То что И Стихов Да Про которые мы говорим Про вот этого богача Молодого Иисус Когда посмотрел на него Он его полюбил Да И здесь мы не говорим Про то что На нам привозносим Как будто он плохой Какой-то был там Да И он какой-то был Странный человек Который Ну он все исполнял Но все равно Как будто он Не достигал Да Того что Нужно было бы Нужно было бы достигать Иисус ему сказал Что ты продай Все свое богатство Раздай деньги Нищем А потом возвращайся Да Бери свой крест И следуй за мной И на самом деле Здесь уже Как бы Ну заповеди Это все понятно Потому что Мы как бы Приучены Да Там Не убивать Естественно Что мы не будем убивать Не пожелать Там чужой жены Я думаю Что это как бы Ну бывает Конечно Ну нет Но все равно Да Нет Я не говорю Что у всех У кого-то бывает Точно Но все равно Мы более-менее Живем Мы живем В этом Да Мы не желаем Соответственно Не убиваем Да Мы не крадем Вот И тоже Стараемся Это делать Не красить Вот И Все остальное Как бы тоже Сопутствующий Да Момент Заводи Там И так далее Это Не так сложно После нескольких лет Которые мы проживаем Да Христианская жизнь Но Он Да Иногда Божья воля Как я сказал На общее Да И вот это Общее Божья воля Да Чтобы жить Вот в этих Параметрах Но личная Да Боль и воля Вот Мне нравится Да Вот этот человек Молодой Богатый Потому что Я тебе скажу Что Иногда Я встаю И даже Иногда Но Практически Каждый день Я встаю И Начинаю Искать Бога Да Молиться Там Ну Понятно Что Может быть Это не происходит Прямо Да Систематически То Что Все Каждый день У нас Одна и Дальше Система Мы Ищем Бога Там Молимся И Читаем Библию И Все Пытаемся Ее Погладить Короче Полностью На самом деле Это не так Если мы говорим Так Что мы обманываем На самом деле И других людей Иногда Конечно Мы встаем Идем на работу Я не знаю Чистим зубы Еще что-то делаем И так далее Но Про что я хочу сказать То что Я много раз Опечальный ухожу От того Что я слышу На собрании Я много раз Опечальный ухожу От того Что я слышу От своих друзей Я много раз Опечальный ухожу Когда Я читаю Библию И понимаю Чего-то больше Чем то Что я не понимал Я много раз Опечальный ухожу Я не один раз когда-то ушел опечаленный, как это молодой, богатый. Каждый день я ухожу опечаленный, потому что я вижу, что я не соответствую того, что на самом деле Бог хочет от меня. Я не соответствую там тем параметрам, которые Бог мне говорит лично в мою жизнь. У него это произошло. Много раз я вижу, что я не несу своего креста и не следую за Иисусом. Иногда я вижу то, что я не раздаю свое богатство, которое у меня есть. И поэтому я не могу судить этого человека и своего соседа, и свою сестру, и своего брата, и своего жену. И сказать, что ты вот как молодой, богатый себя ведешь. Ты плохо теперь. Нет, на самом деле я понимаю, что слово, которое предназначено для меня, оно иногда жесткое. И оно иногда серьезное. В основном оно серьезное. Я понимаю, что этот человек не ожидал услышать эти слова. Он не ожидал, потому что он уже все сказал, то, что он хотел. Он сказал, что я вот это делаю, я вот это, я вот это все. Иногда мы такие люди. Мы вот это делаем, мы молимся, мы приходим, мы звоним, мы еще что-то делаем, кого-то приведем, кому-то скажем там и так далее. Но на самом деле это не все. Здесь говорит Библия то, что зачем вы тратите свое за то, что не насыщает. Хотя Божья воля, хотя говорит, что истинная еда, истинная пища, она заключается в том, чтобы исполнять волю пославшую меня. И я заключение сделал для себя. Какая же Божья воля по отношению к моей жизни? Какая же Божья воля и Слово, которое есть по отношению ко мне? Вот 17 лет я уже живу христианской жизнью, ну, полноценной. Я не считаю, что там еще несколько лет, которых я первый раз услышал в Евангелии, да? Но вот эти годы я провел, и, да, я думаю об этом. Какова же Божья воля, да, в моей жизни? И вот в последнее время, когда я размышлял, да, опять я наткнулся вот на этот вопрос, и я на самом деле понимаю, да, то, что она не отличается ничем от той воли, которая была предназначена для Иисуса Христа в нашей жизни, да, в его жизни, и она такая же, как и по отношению к нам, как в его, да, предназначении, которое было, так и в нашей, да, жизни, в которой мы живем. И Павел, он не просто так говорит об этом, о том, уже не будем читать, да, но вы все эти стихи знаете, там говорит, что я распился Христу, он говорит, что я распинаюсь каждый день, да, и я иду на крест каждый день, это то, что мы должны делать, да, это воля Божья, на самом деле, по отношению к нашей жизни, умерять для себя, для вот этой еды, которую много раз мы просим у Бога, да, для того, что просто покрыть наши плотские нужды, как народ, который искал, да, его, и Иисус им сказал, что старайтесь не о пище тленной, да, но я понимаю, что мы сегодняшний день еще живем время благодати, да, я понимаю, что на сегодняшний день мы еще живем время, когда мы можем найти его, да, как в Исайе написано, что вы стремитесь, да, что пока можно найти его, что же это значит? Я вот начал думать, и я понял, что, наверное, придут такие дни, когда-то, да, как в Библии написано, да, то, что пророк Амоса говорит, да, что однажды молодые девушки и юноши, они будут ходить от конца до края земли в поисках еды и будут голодные, но это будет голод не по еде, которую мы едим каждый день, но это будет голод по Слову Божьему, это будет голод по Евангелию, да, это будет голод по вот именно исполнению Божьей воли, и говорят, что не смогут найти этого, потому что уже будет поздно, и на самом деле как страшно, да, оказаться, да, в такой ситуации, когда, допустим, даже я представляю, что иногда христиане живут таким образом, да, мы привыкли что-то делать за свои годы, мы работаем в определенной схеме, в определенных параметрах своей жизни, иногда мы забываем о том, да, что на самом деле действительно важно, и что на самом деле действительно насыщает наши жизни. Мы так запрограммированы много раз, и мы так запрограммировать Бога хотим, что мы все решили уже за Него давно, где Он должен быть, где Он должен находиться, кого Он должен помазать, да, кому Он должен открыться даже, и на кого должен сойти Дух Святой, и на кого должен сойти огонь, и сколько раз в день это нужно сделать, и на каком месте, и в каком здании, и в какое время, да, и так далее. И иногда мы забываем о том, что на самом деле действительно важно по отношению к нам, да, мы не столько знаем, что нужно по отношению к другим людям. Иногда мы только это, да, видим перед собой, что как Он должен работать по отношению к другим людям, и забываем, что Он тоже работает по отношению к нам. И Амоз, да, Он говорит об этом, что придут такие дни, да, Когда люди, они будут скитаться, когда люди будут искать этого. Где же, да, Божье Слово, где вот это наполнение, которое, может быть, чувствовал когда-то, да? И я тебе скажу, что если ты чувствовал когда-то это, что ты принял когда-то для себя уже, может быть, решение, да, жить в Иисусе Христе, и ты познакомился с ним действительно, и он открылся тебе, да, и ты узнавал или узнал Божью волю по отношению к своей жизни. Я тебе просто хотел дать совет, ты держись за это, да, ищи этого хлеба для своей жизни, продолжай искать. И я вспомню, что какое-то время назад, да, когда я тоже пришел, когда я ушел в Изретов, какое-то время я жил, ходил в церковь там, я слушал, да, то, что говорится, общался с людьми, и я понимал то, что как будто мне что-то не хватает все равно, что-то я не то, что не доделываю, но что-то внутри меня нет того, что, да, какого-то настоящего наполнения, которое действительно могло бы обновить мою жизнь, которое действительно могло бы дать радость моей жизни полноценную, да, что как будто даже мне охота немножко прятаться от того, что, ну, может быть, я не уверен, что мне надо что-то делать, не надо, да, Но, да, какое-то время прошло, и внутри меня всегда вот это, да, желание было, то, чтобы, ну, что-то больше, может быть, сделать, или, может быть, узнать еще что-то для себя, функционировать, как, допустим, в своем призвании, да, которое есть в твоей жизни, которое, возможно, у тебя тоже есть. И как хорошо, на самом деле, чтобы ты искал этого, да, чтобы, найдя это, ты действительно жил в этом. И, может быть, если это потеряно в твоей жизни, да, может быть, еще не поздно, да, когда ты можешь это вернуть и действительно наслаждаться жизнью от Бога, да, которую Он, на самом деле, тебе предлагает. И не то, что предлагает, а дает тебе, да. И Иисус, Он там, потом, в этих стихах, в шестой главе, уже в середине, в конце, Он говорит, что Я есть хлеб в жизни. Все это время, которое Он с народом разговаривает, народ не понимает, Он все равно Ему говорит, покажи нам знамения. Хотя, Он недавно только, да, видели чудеса и говорили даже про то, что Моисей, там, Он кормил людей, там, и так далее. Но, на самом деле, не пастыра нас кормят, да, потому что, да, там говорится, что Иисус говорит, что не Моисей вам дал хлеб, да, не люди нас кормят, ну, понятно, что люди нас кормят. Но, если мы посмотрим немножко дальше, да, мы должны искать Божью волю в своей жизни и видеть не только человека, который здесь проповедует или в своей церкви, да, в которой ты ходишь, говорит, да, для того, чтобы услышать какие-то слова. Мы должны понять, на самом деле, в этих словах и между этими словами Божью волю для своей жизни и насыщаться от этого. И я тебе скажу, что лишь только в этом случае ты будешь чувствовать себя, ты будешь чувствовать себя наполненным и быть тем человеком, который заполнена пустота. И ты будешь чувствовать себя человеком, который включенный, да, ты будешь чувствовать себя человеком, который действительно имеет, да, что-то, какое-то наполнение, какое-то ободрение, да, в своей жизни. И ты можешь тогда сказать, на самом деле, в своей жизни, то, что действительно этот хлеб, который насыщает, это не просто бутерброды, не просто чаепития, не просто хорошие разговоры, хорошие отношения, да, но это действительно то слово, да, которое много раз тебе трудно принимать. Но я знаю, что ты со мной согласен будешь во многих моментах, которые ты услышал для себя, даже самое жесткое исправление, да, как тот человек, да, как молодой и богатый, как ты, как я. Давай будем откровенны, да, друг с другом. То, что мы молодые и богатые, которые, на самом деле, нуждаемся в том, чтобы нам сказали вот эти слова, да, чтобы нас исправили, чтобы нам показали нашу реальность, в которой мы живем. Потому что мы можем оправдываться, да, сколько мы хотим, что мы все делаем, и все делаем, и все делаем, да, но на самом деле, как бы, иногда забываем услышать самое главное слова Иисуса Христа и то, что Он говорит по отношению к нам, да, Он говорит то, что я пришел не для того, чтобы исполнять свою волю, но чтобы творить волю пославшего Меня Отца. И поэтому давай будем об этом думать, давай будем размышлять об этом, не знаю, неделю, месяц, год, сколько ты хочешь, да, но просто, если, когда ты уйдешь отсюда, я хотел бы, чтобы ты эту частичку положил, да, вот этого хлеба, да, который Бог хочет дать тебе. Потому что если она пройдет через Его руки, да, потому что если она пройдет через Его присутствие, через Его Дух, она сможет накормить тысячи людей, да, она сможет накормить тогда, как тогда, вот эти чудеса, которые Иисус сделал, да, Он помолился, приломил хлеб, дал ученикам и сказал, вы кормите, да. Они испугались, они подумали, что как это так, мы ничего не можем, мы на самом деле еще с тобой какое-то время только находимся, мы ничего не понимаем еще, да, но Иисус сказал, вы накормите, да, вы накормите. И вот это Слово Божие, оно прошло через Божьи руки, да, и накормило сотни, тысячи, миллионы людей, оно нас накормило сегодня, да, и мы, да, как те люди, которые имеем эту Божью волю по отношению к своей жизни, если наши слова, они пройдут через Его руки, если наши слова, они пройдут через Его сердце, да, как Костя говорил, иногда мы молимся, но не достигаем Бога. Ведь еще нет слова на нашем языке, Бог уже знает совершенно то, что мы хотим сказать, и как мы только помышляем, Он уже видит, да, мы можем вымаливать у Него годами какие-то вещи, но не получить этого, да, а другие люди, они лишь только думают об этом и уже получают в тот же момент, в тот же мир, понимаешь, и говорится про веру и говорится про волю, да, по отношению к твоей жизни. И поэтому давай будем жить таким образом, да, чтобы мы не просто были тараторками, да, про которые Костя говорит, что все бу-бу-бу, мне понравилось на самом деле, вот, но чтобы мы были сердцами открытыми, да, чтобы Бог мог положить свое слово, которое не только нас бы смогло накормить, но и тех людей, да, которые находятся рядом с нами, чтобы они тоже узнали Божью волю в нашей жизни. И мы бы через этих людей, а может быть и просто, да, на собрании, а может быть и читая Библию, мы могли бы еще, еще раз узнать, что такое Божья воля для нашей жизни. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok